Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, и с вами я, гражданин режиссер, и сегодня мы обсудим очень интересную тему касательно мотивов героя третьей серии Фрэнка. Там есть некие моменты, там есть некие факты, которые заставляют задуматься, какова была его мотивация. Давайте разберемся с самого начала детально. Итак, он попадает в ловушку Билла, и он находит какого человека? Он раненый. Раз человек где-то бредет, значит у него нет пока места своего, своего дома. То есть он ищет, он бредет в этом опасном мире, в котором могут уничтожить. Дальше мы узнаем еще и что это за человек. Этот человек далеко не выживальщик, далеко не способны защитить здесь себя, то есть в любой момент его могут уничтожить. И поэтому он первое, что сделал, взмолился о том, чтобы его просто хотя бы на секундочку накормили, напоили. И что он видит, когда приходит? Он видит не просто еду, не просто обычный дом, невероятную роскошь, которая не снилась практически никому. Питается Билл так, как питается, наверное, с десяток людей в мире в этот момент. И то это главы каких-то, ну, нынешние в тот момент, там государство, скорее всего. Только им доступны такие шикарное вино, кролик или там, кого он там ловит себе, шикарная музыка. Все, все, весь город принадлежит ему. И вот, Фрэнк это видит. Эта аналогия может быть только одна хорошая, подходящая, я подумал, какая же может быть. Пустыня и оазис. Это ты бредешь по пустыне, причем ты не знаешь выхода из нее. Ты без воды, ты без ресурсов, и вдруг оазис в пустыне. Вода. Все, что ты не захочешь, ты садишься, все для тебя. И дальше тебе скажут, через час-два надо уходить. Дальше, вновь в пустыню, где не факт, что ты выживешь. Захотелось бы уйти из оазиса, где все есть, туда, в пустыню, где неизвестно, выживешь или нет. Потому что дальше, все, что не делает этот Фрэнк, ощущение, что он пытается зацепиться за это место и остаться здесь. Посудите, самое первое, что он говорит, ну да, мне пора, я тогда пойду. Но делает паузу, не вскакивает, не бежит, не встает, а ждет реакции ответной Билла. Ну, Билл такой дуб, он же такой, ну да, да, давай, иди. И заметили следующий момент, он ищет, за что зацепиться и говорит, помузицировать, у тебя здесь фортепиано, помузицировать можно? Вы зададите вопрос, а почему он правда бы не хотел? Все просто. И я думал, ну сейчас заиграет, да он еле играет, он еле, он все время фальшивил, он не мог подбирать ноты и Билл как человек, который хорошо чувствует музыку и умел играть, да, его аж скорежило это все, да, он такой сморщился, как от лимона. Потому что тот играть-то не умел. Если бы он был музыкант, правда, и душа его жаждала игры, то он бы, как начал играть, мы бы все с ума сошли, да? Он не может играть. А зачем бы тогда ему идти играть? Это шанс зацепиться, это шанс не уйти. Он как будто ищет каждую возможность остаться здесь. И следующий вдруг момент, Билл начинает играть. И вдруг возникает это понимание, какие подозрительно техничные вопросы. Это посвящено девушке, девушки не было. И вот она цель, вот оно понимание, девушки не было. И он бьет в эту цель. Вы скажете, а может нет, а может действительно, он честно, искренне это говорил. Следующие слова его слушайте, когда уже отправил, во-первых, он отправил Биллой помыться. Но самое важное, когда тот к нему пришел, что он ему говорит перед тем, как все начать? Что он ему говорит? Эй, я не какая-то, что он говорит, проститутка. Переводя эти слова, мол, со мной нельзя переспать, и я уйду, выдворить. Он добавляет, я останусь тогда на несколько дней. То есть он конкретно договаривается, что если сейчас что-то будет, я здесь останусь на несколько дней. И Билл такой, да. Он цеплялся за возможность остаться здесь. Это только теория, но она базируется на значках. Поэтому, во-первых, либо этот Билл и не был, точнее Фрэнк и не был геем, а просто хотел остаться в этом авазисе. Либо, даже какая бы там ни была его ориентация, он не то чтобы очаровался этим Биллом. Он хотел здесь остаться. Он хотел выжить. И искал любой способ, как надурить этого тугодумного медвежонка. Это же такой медведь. Он ведет себя немножко, такой, ну да, уходишь. Так разговаривает, да. Чтобы остаться в оазисе, в раю. Посудите сами. Вот вы, вот в пустыне. Он, у него шансов выжить очень мало. И вот вы уже увидели оазис, и вам такие, ну да, надо уходить туда, где вас может убить разбойник. Вы никуда не выйдете, просто от жажды погибнете. Наверное, вы тоже будете цепляться и думать, как же здесь можно задержаться. И были два варианта. Верно, кто-то сказал. Я уже смотрел людей, которые, когда видели Фрэнка сзади, я на секунду об этом подумал. Но кто-то тоже думал, о, Билл отвернулся, он его убьет. Есть два варианта. Либо убить этого типа и здесь остаться. Либо второй вариант, как-то зацепиться. То есть, те моменты и то поведение, и все, что он говорил, наводит на мысли, что это было спланировано, это был вот его хитроумный план, как зацепиться там. Но точно его не волновала ни музыка, ни этот сам Билл. Он делал все, что возможно, чтобы выжить в тот момент. Я не говорю, что у них дальше было, и как дальше, и что этот человек дальше думал. Здесь и сейчас, в этой точке. Что вы думаете про это? Обязательно пишите в комментариях. Напишите ваше мнение. Вы заметили это все или нет? Как вы думаете, Фрэнк хитрил, пытался спасти свою шкуру или нет? Пишите в комментариях. Ну, а вы были на канале Что Посмотреть, и с вами был я, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока.